Хэлло, чизам, в смысле? Привет, народ! Сегодня я хочу сравнить две акустические системы, которые я создал на ваших глазах в пятом и шестом сезоне, соответственно, с целью дополнительно, еще раз, другими словами, внести ясность в конструктивные особенности колонны, которые влияют на звучание. Ну хорошо, это могут быть колонны, не собранные вами, а те, которые у вас уже есть. Просто понимая некоторые взаимосвязи в акустической системе, вы сможете более четко понимать, почему она работает именно так или иначе, чего от нее можно ожидать, если ее менять на какую-либо другую, то сравните их примерно, как я это делаю здесь, и загодя определить, нужно вам это или нет, понравится вам это больше, чем есть или нет. Да, эти две системы я сделал сам с нуля, эти комплекты свелись каким-то органичным образом, но следует сказать, что эта колонка построена на излучателях СИЗ, а эта колонка на излучателях Моногор, но каким-то чудесным образом. Я пробовал делать это наоборот, то есть собирал с этим динамиком вот эту пищалку, она показалась не столь интересной, как комплекты, которые составлены из единого бренда. Не знаю, есть ли в этом закономерность, я бы не стал на это настаивать, но допустим, в моем случае это оказалось положительным, то есть лучше, чем наоборот. Из этого нельзя делать правило, конечно, что в колонке все компоненты должны быть одной фирмы, однако вот такая вот закономерность. Что бы я хотел сказать вкратце об этих двух системах. Они обе построены по одинаковому концепту, то есть это двухполоска с пассивным кроссовером. В обеих системах кроссовер оказался второго порядка, правда весьма странным, не так, как по книжке его надо было бы планировать, да и программа-симулятор при этом показала совершенно другой результат. Однако в результате каких-то ухищрений, отслушиваний, прослушиваний, в основном определении роли каждого динамика в этом проекте, я двигал частотную полосу и пришел к какой-то комбинации, которая не описывается конкретным концептом фильтра, например, Link is Riley или Butterworth или еще какой-нибудь. То есть они получились эдако комбинированное, что вызвало немало удивлений у людей с ведущих. Меня переспрашивали, почему не сменена полярность твиттера и так дальше, другие технические вопросы. Это все скучно, давайте мы будем исходить из более очевидных вещей. Итак, эти обе модели в обеих сезонах, еще раз напомню, это пятый сезон, это шестой сезон, кому интересно, можете отсмотреть на моем канале, есть плейлисты, посвященные каждому сезону отдельно. Эти обе системы построены в ящиках-фазоинверторах, одинаково примерно объема, около 15 литров. Оба двухполосные, однако эта модель базируется на 6,5-дюймовом басовике SIS, а эта модель на 8-дюймовом басовике Monocore. И это еще не главное отличие этих двух систем. Главным отличием, я считаю, контраст на разные твиттеры, которые использовались в этих моделях. Однако, обо всем по порядку. Итак, примерно одинаковый объем, примерно похожая частота тюнинга. Мы к этому вернемся, когда я переключусь на скриншот и буду вам показывать графики. Должно быть одинаковым звучанием. У этого динамика, предположительно, могло бы быть глубже. Да, могло, но я не позволил. То есть, я настроил фазоинвертор таким образом, чтобы примерно получилось одинаково, потому что это мне показалось оптимальным для обеих систем. Это, кстати, просто совпадение, то, что примерно одинаковый тюнинг, потому что, на самом деле, это не было самоцелью. Была самоцелью постройка оптимального резонатора, то есть, корпуса фазоинвертора с излучателем, который является возбудителем низкочастотного сигнала. Ну, вот они как-то так вот совпали. Что я могу сказать? Картинка, которая показывает каждый динамик на амплитудно-частотной характеристике, а самую низкочастотную область я здесь не беру, потому что я не могу ее здесь измерять, только в ближнем поле, допустим. Но мне это и не важно. Я целиком и полностью полагаюсь на программы, которые позволяют макетировать это все. В каком-то ином случае частотная настройка и отдача на низких частотах у этих динамиков могла бы быть разной. Но особых чудес в басах от них ожидать не следует. Это все-таки полочный концепт, то есть, не анапольные, не большие сравнительно колонки, от которых можно ожидать приличного панча и драйва, и приличного уровня звукового давления нет. Это поскромнее все, но интересовала задача МИДа и средних частот, которую оба этих динамика решают по-разному. Мне показалось, что СИЗ производит более музыкальный контент, то есть, отображает его более музыкально. Хотя и к этому придраться так конкретно было как бы нечему, но когда их сравниваешь друг с другом, получается, да, понятно за что деньги, понятно за что бренд, то есть СИЗ славен в чем-то одном, Монокор славен в чем-то другом, в частности, огромным ассортиментом выбора излучателей, аксессуаров для аудиосистем, Монокор это имею в виду. А СИЗ более строго к этому подходит, но у него более дорогие продукты, более выверены, такая, знаете, норвежская камерная фирма, которая выпускает динамики для ценителей, для тонких ценителей звучания. И стоимость вот этой модели, так вот, если оценить себестоимость, она почти в два раза больше, чем вот этой, получается. Куда более очевидным была разница в твиттерах, в высокочастотных излучателях этих двух моделей. Как я показывал на сканировании этих обоих на твиттерах, на сканере Клиппель в виброметре, там, где показывается форма купола, когда при движении на разных частотах. То есть, начиная с какой-то частоты, купол начинает вести себя не цельно, а разные его части движутся по-разному, что изменяет и фазовую частотную характеристику волны, которая при этом исходит. Это, конечно, очень плохо, но так ведут себя все шёлковые твиттеры, купольные шёлковые твиттеры. В частности, этот. Надо сказать про него ещё, что он большего размера, чем обычный. Он 29 мм, а не 24, но это так. В этом есть свои особенности. Он более плотный, мощный, монолитно, как-то цельно звучит в нижнем своём регистре и позволяет вам вкачать чуть ли не 200 Вт. При этом этот более нежный, но, однако, тоже довольно... Но он оказался, короче говоря, вот этот твиттер СИС оказался абсолютным лидером из тех, которые я тестировал по вот этой картинке на виброметре. Я делал про это отдельное видео, ещё раз здесь покажу. Но это действительно производит впечатление. Кроме того, у этого твиттера есть подъём на высоких частотах, выше 20 кГц, что делает звучание его не очень правильным. Оно добавляет как бы жёсткости. Жёсткости бы как бы не хотелось, но из песни слов не выкинешь, и давить этот горбий ничем не собирался. Оставил как есть. И вот получились две такие системы, которые позволяют сказать, что двухполосный концепт отображён разными средствами. Практически одинаковые акустические системы, просто результат достигается разными средствами. И я предлагаю вам послушать, как звучат сначала барабаны, пускай будут на пятом сезоне, на шестом сезоне. А потом послушаем мой стандартный набор треков в сравнении с оригиналом, то есть треком, который я просто подложу в это видео, с тем, чтобы вы смогли на слух как-то косвенно оценить звучание этих двух концептов. Но для начала давайте посмотрим измерения, чтобы представить полноту картины. Вот перед вами кривая импеданса басового динамика СИЗ, соответственно, в шестом сезоне. А вот это вот динамика Monocore 225 в сезоне пятом. Если их сложить и посмотреть, кто же глубже копает. Получится, что никто глубже не копает. Примерно копают одинаково, однако раздительно разная форма кривых. Это говорит о разных наборах параметров телесмола. То есть к одному и тому же тюнингу программа. Это оптимальное, напомню, оформление. Программа-симулятор, в частности Bassbox Pro, бы подобрала одинаковый тюнинг при разном наборе параметров. И, кстати, равный объем колонок резонаторов, фотоинверторов, корпусов и частота настройки. При том, что один шестидюймовый с половиной, другой восьмидюймовый. Далее давайте рассмотрим, какие же фильтры я применил. Вот перед вами фильтр шестого сезона последнего. То есть обратите внимание на различия делителей шестого этого сезона и пятого сезона. Очевидно, что несколько разная чувствительность динамиков и разная чувствительность, кстати, басовых динамиков, что привело к тому, что пришлось по-разному тюнить твиттера. Ну и фильтры, собственно, тоже имеют некоторое различие, хотя и несущественное. Если посмотреть анализ работы этих фильтров, в частности по АЧХ, то видно, что в шестом сезоне тяжело было загрубить работу твиттера СИС металлического на частотах близ 1 кГц. Это пришлось сделать такой фильтр со срезом значительно более высоким, более крутым и жестким. Здесь же такой проблемы не было в пятом сезоне. Прошу прощения за это. Это вызвано чрезмерным диапазоном, который я сюда вставил для исследований. Тут значительно проще было порезать твиттер, и басовый динамик резался значительно легче. Но, в общем, к одному результату пришли обе эти системы. Давайте посмотрим на АЧХ, которые получились в измерении моей домашней студии. Вот, посмотрите, шестого сезона АЧХ было получено. Не обращайте внимания на басовый диапазон. Где-то от 200 Гц есть смысл здесь рассматривать. То же самое пятый сезон, от 200 Гц имеет смысл рассматривать. АЧХ выглядит довольно прилично. Если их сложить, дабы сравнить, то мы получим вот такую картину. Это 20 кГц. Но в шестом сезоне здесь, напомню, горб огромный, который вызван твиттером, металлическим твиттером. Но измерение я сделал до 20 кГц по разным причинам. Вот обе эти кривые. Вот выше 200 Гц примерно. Ну, не одинаково, конечно, что создает именно ту самую натуральность, аутентичность звучания. Каждая колонка, каждой конструкции, каждого сезона. Вот это различие определяет. Напомню, что здесь цена деления у нас, вы видите. Можно было бы сделать побольше, чтобы насладиться. Ну, хотя куда больше. Можно так сделать. 5 дБ здесь. То есть плюс-минус 3 максимум дБ имеет частотный диапазон. Каждый из этих систем в диапазоне, я полагаю. А здесь нет измерений в портов фазоинвертора. Это просто измеренный низкочастотный динамик был. Я думаю, что от 45 Гц примерно, как, собственно, программа BugsBox Pro и прогнозировала. Если будет интерес, я сделаю измерение или на комплексе клипеля, или, скорее всего, на траве около моего дома. И более детально можно будет убедиться в истинности этих измерений. Однако, я думаю, что здесь плюс-минус все довольно четко. Ну, конечно, нужно слушать, дорогие мои. Пишите, какой из них вам покажется более привлекательным. Я думаю, что победитель здесь будет, но все-таки не в одни ворота. Поэтому интересно. Учитывая разницу в цене, так и интрига сохранится. Не так ли? Затем прощаюсь. Пока, дорогие мои. Auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok